Евросоюз В решении этих вопросов, как подчеркнула почему-то американская участница встречи, замгоссекретаря США по политическим вопросам Венди Шерман, перспектива европейской интеграции является сомнительной. У нас в гостях депутат Верховной Рады Украины, член комитета по вопросам европейской интеграции Петр Порошенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Как по вашим наблюдениям, Петр Алексеевич, куда Украина в настоящий момент все-таки движется, в сторону ли Европы в принципе? Как сейчас, какая динамика наблюдается? Знаете, я не буду вас обременять добрый вечер, спасибо, что пригласили и дали возможность пообщаться. Я не буду вас обременять количеством законопроектов, которые были приняты, дорогу, которая прошла Украина на пути к европейской интеграции. Но могу вас заверить, что сегодня это уже 90% того плана действий по подписанию положения по ассоциации уже пройдено. И у нас вчера завершились переговоры премьер-министра Азарова с баронессой Эштон в Люксембурге, где было абсолютно четко задекларировано о том, что двери Европы для Украины открыты. И позиция Радослава Сикорского, моего доброго друга, министра иностранных дел Польши, в данном случае звучит не как запретительная, а как стимулирующая. Коллеги, осталось 4 месяца, и за эти 4 месяца вы должны сделать ту работу, которая находится в плане действий. Украинская сторона, я думаю, что имеет возможность продемонстрировать эффективные действия и 28 ноября на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе подписать уникальное по своему роду соглашение об ассоциации. Почему уникальное? Потому что это соглашение не имеет аналогов и ни одна из стран-партнеров. На самом деле соглашений с Евросоюзом достаточно много. Имеет его Турция, страны Северной Африки, другие государства-соседи. Но по своему объему сферы регулирования, по глубине проникновения, по объему углубленной и всеохватывающей зоны свободной торговли, связанной с этим безвизовый режим, связанной с этим целый ряд программ реформирования всех сфер жизнедеятельности государства, это действительно достаточно амбициозное соглашение. Я горжусь тем, что я принимал участие в его подготовке. Моя подпись стоит на парафированном экземпляре, когда мы парафировали зону свободной торговли. И я глубоко убежден, что речь идет не только о деньгах, не только о безвизовых поездках, не только об инвестициях, речь идет о ценностях. И если мы говорим о европейских ценностях, антикоррупционных, европейских ценностях прозрачной судебной системы, эффективной модели государства и власти, демократии, свободе выборов, отсутствие избирательного правосудия и многих других составляющих, то это хороший амбициозный шаг для Украины. Как насчет процессов интеграции в рамках СНГ? Вот сейчас проходит конференция «Российско-украинские отношения. Реалии и перспективы». Он сегодня произнес такую большую речь пространную. В частности, говорил о попытках извне, направленных на то, чтобы помешать процессам евразийской интеграции, как он это называет. И добавил, что в России не скрывают желание видеть Украину в числе деятельных и ответственных участников, проходящих на пространстве СНГ, процессов интеграции. То есть так словно не скрывают желания, но пока еще не видят. На самом деле я очень признателен уважаемому Сергею Евгеньевичу. Мы сегодня с ним имели достаточно длительную двустороннюю встречу. И я могу сказать, что эта встреча межпарламентская была очень актуальной, потому что, вы знаете, совершенно неэффективно, когда очень редко встречаются парламентарии двух стран. И вместо того, чтобы говорить о проблемах, которые, безусловно, сегодня существуют в Украино-российских отношениях, это их огромный перечень. Начиная от проблемы угрозы введения виз и заканчивая там огромным комплексом проблем в торговых отношениях между нашими странами. Начиная от восьмичасовых очередей при пересечении границы, заканчивая проблемы учеников или студентов, которые хотят взаимно учиться в наших странах. Начиная от пенсионеров, которые не могут оформить пенсии, работая в странах друг друга, и заканчивая. То есть их перечень огромен. На самом деле эффективная власть должна проводить переговоры и эти проблемы снимать, а не просто утверждать совершенно достойные уважения слова о братских народах, о славянском единстве и о многом другом. На самом деле даже факт того, что эти проблемы были сегодня обозначены на конференции, я считаю, что это уже позитивно. Даже сам факт того, что будут обращения в правительство, потому что это находится в сфере компетенции правительства, это тоже само по себе неплохо. Для многих это было открытие о том, что мы должны переходить уже от бравурных реляций к программам действий, которые будут там обеспечивать взаимодействие наших стран. И в конечном итоге интеграционная составляющая наших отношений является не единственным возможным механизмом взаимодействия России и Украины. Ведь мы сегодня не говорим о интеграции Украины в ЕС. На первом этапе это просто механизм зоны свободной торговли, которая начинает функционировать и которая давно уже действует, кстати, не весьма эффективно в отношениях между Россией и Украиной, между Украиной и СНГ. Я как раз думала, что я такое сегодня видела и нашла это сообщение. Это глава ФМС России Константин Ромаданский сообщил, что более миллиона украинских трудовых мигрантов работают в России незаконно. Порядка 700 тысяч из них могут быть, так сказать, и может быть закрыт въезд в Россию на три года. Вот одно из сегодняшних заявлений и один из вопросов. Вы абсолютно правы, потому что на самом деле речь идет о жизни простых людей. Если эти люди приезжают сюда, они там честно работают, они платят налоги, они создают воловой внутренний продукт. Это абсолютно нормально, свобода человека работать там, где он считает нужным. Все-таки, как вы считаете, вы сами употребили словосочетание, первый этап, стремление хотя бы на первом этапе приблизиться к ЕС. Как оно отразится на решении Москвы вот этих вопросов практически? Или это дальше даже, может быть, и слова уже о братских народах славянских перестанут звучать, например. Это способствует потеплению отношений? Удастся ли Украине сидеть на двух стульях, грубо говоря? Речь не идет о том, чтобы сидеть на двух стульях. Вот если вы спросите меня о том, какой бы я видел идеальную модель взаимодействия, у нас когда-то была декларация Владимира Владимировича Путина о том, чтобы он бы видел зону свободной торговли от Лиссабона до Владивостока. Давайте реализовывать эту позицию, потому что речь пока идет только о свободной торговле. А если речь идет о том, какой бы я хотел видеть Россию, европейской, опять-таки с европейскими ценностями, с европейской демократией. Вы как дипломат сейчас говорите достаточно утопические вещи про Лиссабон и Владивосток. Это говорю не я, я просто цитировал. Поворачиваясь лицом к Европе, не поворачиваетесь ли вы спиной к России? Ведь восточная Украина, и очень многие люди на Украине воспримут это именно так. Поворот в сторону Европы. На самом деле никто не собирается к России поворачиваться спиной. Это абсолютно не предполагается бы. Есть на сегодняшний день модель, которая демонстрирует открытость и к диалогу, и к сотрудничеству, и к взаимодействию. Эти темы не только касаются, допустим, экономических проблем. Есть социокультурные проблемы, есть проблемы безопасности, где взаимодействия показаны. Но если кто-то из ястребов будет желать занимать позицию строительства нового железного занавеса между Россией и Украиной, то поверьте мне, что это будет против интересов обоих народов. Сегодня мы, кстати, имеем очень уникальную ситуацию в социологии. Ведь сломлена та тенденция, которая была еще несколько лет назад, когда уровень недоверия со стороны россиян к украинцам рос, и он составлял уже даже что-то около 25-30% людей украинцам не доверяли. Сегодня ситуация с точностью наоборот. Сегодня абсолютный позитивный рост доверия со стороны украинцев к россиянам. И обратный процесс, когда все-таки воля народа воспринимает это как братские страны. И на сегодняшний день, я думаю, что власти должны просто реализовывать эту волю народа. Давайте вернемся к вопросу 10% того, что осталось сделать Украине, для того, чтобы совершить вот этот первый шаг по ассоциации. Вопрос политического преследования и заключения бывшего премьера Тимошенко. Он как-то будет рассматриваться, решаться, будет ли он, возможно, ключевым, когда Европа начнет принимать окончательную решение? Я надеюсь, что да. И позиции Европейского Союза, они не говорят о том, виновна Тимошенко или нет. Позиции Европейского Союза абсолютно четко утверждают, что Тимошенко в процессе осуществления судебного разбирательства была лишена права на качественную, объективную, свободную защиту. Это было подтверждено решением Европейского Суда по правам человека. И поэтому право на справедливый суд – это неотъемлемое право каждого гражданина. На сегодняшний день ведутся активные переговоры как на право Тимошенко получить качественное лечение, в том числе и за границей, так и на право на справедливый непредвзятый суд. И в этом ключе, безусловно, переговоры ведутся. Остальные проблемы, которые сегодня существуют, я могу их буквально две-три назвать, это кардинальные изменения в законе о прокуратуре. Когда у нас уходит общий надзор, когда какой-то, извините меня, чиновник определяет вместо суда, что законно, что незаконно. Это общая проблема и России, и Украины. И поэтому внесение изменений в закон о прокуратуре – это вещь, которая сегодня назрела и перезрела. Это просто постсоветское наследие, которое необходимо менять. И третья позиция – это избирательный кодекс или избирательное законодательство, которое двигает страну к прозрачным, свободным и демократическим выборам, которые должны, собственно говоря, символизировать и реализовать демократию. Поэтому я думаю, что если мы говорим о конкретных шагах, ну скажите мне, кто против борьбы с коррупцией, кто против демократических выборов, кто против того, чтобы мы жили в европейской правовой системе с правами прокуратуры, только представлять интересы государства в суде и не больше. И кто против того, чтобы в стране не было избирательного правосудия. Кого не спросят все за. Вот еще один вопрос, где, может быть, Европа могла бы выступить арбитром – это дата выборов мэра Киева. И более того, ходят слухи, информация гуляет, что вы можете стать следующим мэром Киева и иметь такие амбиции. Правда ли это? Безусловная правда, что мэром Киева может стать только тот, за кого проголосуют киевляне. Если у вас такое желание. Я считаю, что это безусловно так. А вчера еврокомиссар Фюля действительно во время встречи с премьер-министром абсолютно твердо заявил, что проблемы выборов в пяти округах, где не были избраны депутаты во время последних парламентских выборов, и проблемы выбора назначения городского головы в столице Украины, Киеве, являются достаточно критическими показателями, где парламент должен отреагировать. Я надеюсь, что осенью эти выборы будут назначены. И если будет решение политических сил, сегодня это находится на завершающем этапе, будет выдвинуть меня к кандидатам в мэра, то, по крайней мере, на текущий момент уровень социологической поддержки убедительно демонстрирует о том, что у меня шансы весьма высоки. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо, что пришли. У нас в студии был народный депутат Украины Петр Порошенко.